Всем привет, меня зовут Женя, я инженер в компании Fitbit. И сегодня мы немножко поговорим о конкуренции многопоточность и в частности про практические аспекты ее применения, очень прагматичные, как мы используем какие-то подходы, практики для того, чтобы франать в продакшене сотни микросервисов, приложений в Fitbit на пользовательской базе с 29 миллионами активных пользователей. План на сегодня. Сначала я расскажу, почему конкуренции. В последнее время эта тема не очень популярна, но она все еще актуальна. Поговорим немножко про потоки, про локи, мьютексы, все, что с этим связано. И немножко напоследок best practices, tips and tricks какие-то для того, что можно делать, что нельзя делать в продакшене. Итак, почему конкуренции? На конференциях в последнее время топик не очень популярен, но я думаю, он все еще актуален по двум основным причинам. Первое. Все мы сейчас используем облачные технологии, пишем распределенные системы. И те принципы, которые заложены в конкуренции, в подходах, работа с многопоточностью, они все абсолютно так же применяются для распределенных систем. Любые гонки, работа с ресурсами, с локами, все это актуально и для распределенных систем в том числе. И вторая причина – вертикальная масштабируемость приложений. В последнее время в облачных каких-то диплойментах мы больше привыкли думать о горизонтальной масштабируемости, когда мы добавляем большое количество серверов, и наша нагрузка, соответственно, делится между ними. Все это делать очень удобно с такими инструментами, как Кубернетис, Аврора Мезос. Но вертикальная масштабируемость никуда не ушла. С покупкой более дорогих виртуальных машин, более дорогих EC2 инстансов, с большим количеством CPU и памяти мы хотим, чтобы наше приложение стало обрабатывать больше запросов, больше полезной нагрузки могло на себя принять. К сожалению, не все приложения могут это делать из коробки. Например, вот здесь вы видите интересный скриншот. Одна из проблем была у нас такая в продакшене, когда один из сервисов, написанный на Node.js, был довольно-таки перегружен, и решили, чтобы долго не разбираться, задеплоить его на более мощные машины, там EC2, X-Large, какие-то сервера. Но, к сожалению, это не помогло, да, по той простой причине, что вот наш Node.js сервер, он, в принципе, однопоточен, он забирает целое ядро, и больше он делать ничего не может, да, если мы дополнительно не написали как-то приложение, таким образом, чтобы он использовал эти ресурсы. Хочу добавить, что concurrency, в принципе, топик довольно сложный, очень много способов сделать ошибку, выстрелить себе в ногу, и тут нужно всегда найти баланс. Если мы недостаточно синхронизируем какой-то код, он будет небезопасен, да, мы можем попасть в ситуацию, когда у нас есть гонки, дата-рейсы, ик-дедлоки, приложение становится не респонзитив, оно плохо отвечает, медленно работает. С другой стороны, если мы синхронизируем слишком много, весь наш, вся наша полезная работа превращается в последовательную работу, мы не можем нормально параллелизировать наш workload, не можем использовать мощности наших машин на полную. Таким образом, страдает производительность, медленные программы. Начнем с потоков. Первая секция. Потоки – базовый элемент операционной системы, который предоставляет для многопоточности. Вы можете сказать, что, ну, в последнее время мало кто напрямую работает с потоками, мы используем какие-то библиотеки, высокоуровневые абстракции, какие-то фьючеры и так далее. Но так вышло, что на виртуальной машине Java все равно под капотом это все упирается в какие-то потоки, в нативные треды, да. И для того, чтобы безопасно с ними работать, и тем более решать какие-то проблемы в продакшене, необходимо знать, как все это действует под капотом. Давайте начнем с того, что такое пул потоков, да, экзекьютор-сервис наш. По сути, это такая комбинация структур данных. Это очередь, блокирующая или не блокирующая, и какой-то набор потоков воркеров, которые берут работу из этой очереди и параллельно пытаются ее как можно быстрее сделать. Вот здесь можно увидеть типичную довольно картину для работающего пула потоков. Слева вы увидите, что это наш какой-то пул, у него там сколько-то потоков рабочих, и они берут задачи, зелененьким помечена, это полезная работа, которую они делают, они разбили все задачки на такие кванты времени и в параллели пытаются выполнять всю ту нагрузку, которую мы в очередь им закинули. Фиолетовые штуки – это wait time, да, то есть это время, когда они ожидают, пока они заберут эту задачу по той или иной причине, и красные – это блок тайм, то есть время, когда потоки пытаются конкурировать за какой-то лог в нашей очереди, пытаются забрать эту работу друг от друга, но ее здесь не так много, то есть это довольно картина хорошая для нас. Давайте начнем с интересного примера. Здесь я немножко кода написал. Смысл такой. Я хочу запустить один бэкграунд-поток на пуле каком-то, и он просто напишет сообщение в лог и завершит свою работу. То же самое произойдется и с мейн-трейдом, он тоже завершит свою работу, теоретически должен. К сожалению, на практике это не работает. Я сейчас постараюсь вам даже показать, как это работает. Так, у меня здесь есть этот код. Вот. Все просто. Создаем экзекьютор на один поток, сабмитаем в него задачу, которая выводит что-то в лог, и основной поток тоже говорит, я свою работу завершил. Давайте посмотрим, что будет. Сделаю, чтобы было видно. Вот, смотрите, главный поток говорит, я завершил работу. Второй поток говорит, я тоже завершил работу, вроде все нормально, но обратите внимание на вот этот красный квадратик. Он нам сигнализирует о том, что приложение не остановилось. Оно почему-то все еще работает, наша виртуальная машина все еще в памяти находится. Что же она делает, да, казалось бы? Вроде мы завершили работу. На самом деле, по умолчанию в GVM есть такая ситуация, что все потоки, которые мы спавним, они не являются демон-потоками. Это значит, что они предотвращают нашу GVM от закрытия, от выхода, да. То есть мы не можем graceful завершить работу нашего приложения. И почему на практике это неприятно? Потому что если мы это не знаем и спавним большое количество таких потоков, то потом приложение корректно завершить невозможно. Нам приходится делать всякие kill-9, страшные вещи, да, особенно в виртуализированных инварментах, в докер-контейнере. Это очень неудобно. Ну вот, по сути, я его могу завершить. Да, и теперь вы видите, что процесс finished with exe-code, да. Что же делать в этой ситуации? Давайте посмотрим. Прежде всего, есть удобные такие обертки в Гуаве, но, по сути, можете делать это и руками. Все потоки нашего thread-пула мы можем сделать демонами по умолчанию. И таким образом это даст нам возможность завершить работу приложения корректно, как только они выполнят то, что хотели сделать, завершится GVM. Есть обертка в Гуаве, которая позволяет делать это еще проще. Exiting pool executor называется. Давайте к следующему примеру. Как поток можно вообще остановить или заинтераптить, как в Java принято говорить, да. Вот это вот самая распространенная парадигма, которая используется у нас в коде. В большинстве, кстати, систем вот по умолчанию обрабатывается Interrupted Exception примерно так. Либо мы после делаем print stack trace, выводим куда-то в system error наши ошибки. Либо не делаем вообще ничего. Часто вот этот catch-блок, он пустой. К сожалению, это не даст приложению остановиться вообще. То есть оно будет в этом цикле делать, читать свои файлы и не обращать внимания на попытки его заинтераптить. И оно становится unresponsive, опять же. Правильный путь парадигма это проверять всегда Interrupted flag. Если мы делаем какое-то вычисление, какую-то тяжелую работу, на каждой итерации желательно проверять вот этот Interrupted flag. Из Interrupted, да, здесь. Вот. И, соответственно, в самом catch-блоке нашего Interrupted Exception лучше бы этот флаг опять выставить, чтобы какой-то другой код, который вызывает нас, он тоже знал, что на самом деле кто-то попытался поток остановить и хорошо бы выполнить какую-то деинициализацию, завершить корректно, освободить ресурсы, и все будет хорошо. Второй способ. Представьте, что у нас нет прямого доступа к потоку, да, к объекту потока. Мы не можем сделать Threadend.Interrupt ему. Допустим, это часто происходит в системах с очередями сообщений. На помощь здесь приходит такой паттерн, называемый poison pill, да, то есть это ядовитая таблетка. Суть в том, что мы создаем специальный тип сообщения, который обрабатывает наш поток консюмер в какой-то очереди, и договоримся о том, что если такое сообщение будет встречено, поток будет знать, что его пытаются завершить, да, то есть продюсер говорит, пожалуйста, завершайся, посылая это сообщение, и консюмер знает об этом, и корректно выходит, вот здесь у нас return, если же это не poison pill, он продолжает работу и работает дальше. Еще один интересный пример, тоже покажу код. Так, сейчас, секундочку. Вот, мы пытаемся в этом примерчике создать thread pool на 8 потоков и запустить какие-то задачи. Каждая четвертая задача будет бросать у нас runtime exception. То есть мы сабмитываем задачи постоянно в этот пул, он их обрабатывает, вот они тут спят немножко, секундочку, пишут о том, что мы работаем, делаем полезную работу. Но в 25% случаев на каждый четвертый run мы будем бросать exception, то есть стимулируя какое-то нестандартное поведение в нашем приложении. Что-то случилось, что-то пошло не так, пробросился exception. Давайте посмотрим, что будет происходить. Казалось бы, фиксы thread pool на 8 потоков, да? О, обратите внимание, пожалуйста, вот сюда. Каким-то образом оказалось, что у нас еще есть поток номер 9 и 10, хотя вроде мы создавали фиксы thread pool на 8 потоков. Здесь вот демонстрируется интересное поведение, опять же, thread poolов по умолчанию в Java. Оно связано с тем, что если мы пробрасываем exception, который никем не ловится, вплоть до самого начала коллстека потока, то поток будет разрушен. И thread pool не придумывает ничего лучше, как создать новый. В продакшене у нас была такая проблема, когда мы несколько дней ранился код вот с таким багом, когда exception не ловился, как надо, и у нас генерилось десятки тысяч потоков, да? То есть у нас эта цифра была просто огромная здесь. Это дает неслабую нагрузку на саму операционную систему, она постоянно создает, уничтожает нативные потоки, переключает контекст, и если у вас какая-то логика в приложении завязана на то, что потоков 8, вы ведь выставили эту константу, да, и, например, создаете какой-нибудь массив размером 8 элементов, что-то пытаетесь там делать, то это будет для вас большим сюрпризом, как и оказалось у нас. Да, в общем-то, здесь вот это демонстрируется, да? Девятый, десятый и дальше они будут создаваться постоянно. Поэтому парадигма хорошая, вот всегда использовать в любых runnable, в new thread объектах, вот такой trycatch, swarable, либо альтернативно, опять же, нам Guava может прийти на помощь здесь, мы можем установить default on code exception handler, так называемый, и он будет делать какое-то полезное логирование или какое-то освобождение ресурсов в случае, если вдруг пробросился где-то в коде какой-то неучтенный exception, да? Особенно на больших кодовых базах, когда мы не можем контролировать все входы-выходы, вот это вот спасает очень сильно. Да, тут есть разные стратегии у Guava, можно делать system exit, весь процесс завершить, и он потом рестартанется, например, тем же кубернетисом или каким-то менеджером процессов, либо что-то залогировать, послать какую-то нотификацию, алерт и так далее. Еще один пример. На этот раз с очередями. Помните, наш пул — это очередь и набор потоков, да? Давайте попробуем разобраться, что здесь происходит. Я пытаюсь симулировать такую ситуацию, когда у нас есть thread pool с неограниченной очередью. Single thread executor и fixed thread executor в том числе, они по умолчанию создаются с unbounded очередью, да? Это значит, что она бесконечна. Она неограничена каким-то количеством элементов. Это linked blocking queue. И таким образом, если мы будем сабмитать туда задачи очень быстро, а пул обрабатывать эти задачи очень медленно, мы создадим такой дисбаланс, да? То есть будет очень много приходить всего на вход к пулу, но он не успевает справиться с этой нагрузкой, и по идее наша очередь должна расти очень быстро, что и происходит. Out of memory — реальные ошибки, связанные вот с тем, что мы используем неограниченные очереди, это может произойти где угодно. Допустим, у вас драйвер к базе данных, внутри у него какой-то пул, там очередь по умолчанию неограничена ничем, да? Вы дали нагрузку на приложение, она свалилась с out of memory, мы не понимаем, что происходит, приходится брать какие-то дорогостоящие хип-дампы, лезть туда внутрь, разбираться, что же привело к этому, да? Это очень неудобно. Поэтому, как правило, старайтесь всегда устанавливать какие-то разумные размеры для очередей, иначе out of memory, ну, она займет всю доступную GVM память и хип и вылетит с такой ошибкой. Вот как это выглядит на JVisual VM, на профайлере. Смотрите, вот сюда, вот это old gen наш, да? Гарбач коллектора. То есть, это то место, куда попадают долгоживущие объекты. После нескольких попыток их сборки в survival one и zero, да, вот в этих спейсах. Так вышло, что наша очередь здесь разрослась до таких размеров, и плюс она постоянно используется, из нее все время кто-то читает, в нее кто-то пишет. Она попала в old gen, переполнила его, заполнила все доступное место и, как следствие, out of memory error. Давайте с другой стороны подойдем. Что если не очередь у нас не ограничена ничем, а количество потоков не ограничено ничем, да? И это очень легко наблюдать в стандартном кэшт-трэдпуле, да? Если мы используем не сингл-трэдпул, а не фикс-трэдпул, а кэшт-трэдпул, который есть в стандартной библиотеке, то я даже попытаюсь это продемонстрировать на моем лаптопе здесь. интересно даже, сколько их может быть. Что я попытаюсь сделать? Я попытаюсь наспавнить как можно больше потоков вообще, насколько может выдержать мой лаптоп. смотрите, как мы это делаем. По сути, мы в бесконечном цикле создаем ничем, 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 каждый раз. Вы также можете использовать не ничем, ничем, а ничем, 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 поспать очень долгое время. То есть они не будут никогда завершаться эти задачи. То есть все потоки, которые взяли задачу, они будут долго-долго работать, ничего не делать, просто спать. Таким образом мы создадим огромное количество потоков. Давайте посмотрим, сколько. Может, сотни тысяч. Опа! На моем лаптопе 8165. И тут мы получаем out of memory, unable to create new native thread. Это значит, что операционная система, на которой работает GVM, сказала, я тебе больше не создам потоков, все, 8000 это мой предел. Здесь у меня в презентации на старом лаптопе смотрите, даже 2000 всего лишь, это еще меньше. Казалось бы, ну, это совсем немного, что такое там 2000-8000 потоков. Это количество упирается в настройки операционной системы, на macOS вот с помощью вот этой команды снизу здесь, да, можно посмотреть, сколько у вас можно вообще создать нативных потоков на системе. И здесь их немножко меньше, да, потому что GVM это не все потоки, есть еще какие-то сервисные процессы и так далее, что-то занято. Вот. С этим параметром можно играться, можно его увеличивать, если приложение у вас нагружено, и на машине много ядер. и я позже расскажу, как, почему может быть полезно иметь потоков больше нескольких тысяч, да, может даже сотни тысяч, почему нет. Так, остановились мы на том, что пытались перегрузить мой лаптоп с помощью создания большого числа потоков, нам это удалось, и собственно, что с этим делать, да, помните, 2008 тысяч зависит от там машины, от операционной системы, почему это еще плохо, да, что мы создаем такое большое количество потоков и не контролируем это количество, как в кэш третпуле, не только потому, что мы можем упереться вот в этот лимит нашей операционной системы, а потому, что потоки занимают хип, да, и на самом деле много хипа по умолчанию, вот если выполнить такую команду, мы обнаружим, что по умолчанию в GVM, по крайней мере, в моей версии GVM, да, там восьмая какая-то, размер стека для потока составляет один мегабайт, это довольно много, если мы посчитайте, заспауним хотя бы тысячу потоков, у нас гигабайт хипа будет уходить только на то, чтобы они вообще существовали, эти объекты в памяти, не говоря уже о том, что каждый поток лоцирует какие-то полезные объекты и что-то делает, какую-то полезную работу, вот, то есть с двумя тысячами там два гигабайта будет тратиться только на потоке, и это дает нагрузку на garbage collector, очень неслабый он, ему постоянно приходится траверсить эти объекты, смотреть, что они живые, неживые, сами потоки, плюс, если мы делаем какой-то хип-дамп в продакшене, то есть снимаем слепок нашего хипа, пытаемся с помощью него понять, что происходит в приложении, почему оно медленно или почему оно упало, то хип-дамп будет забит вот с огромным количеством объектов вот этих потоков, это будет вносить шум, нам будет очень сложно разобраться, что же происходит, поэтому есть вот ключики GVM, XSS, это stack size, можно его уменьшить, как правило, достаточно безболезненно, в четыре раза вы можете уменьшить, если вы не делаете каких-то супер больших аллокаций ваших потоков, не делаете очень много рекурсивных вызовов, для чего нужен stack, да, можете просто попробовать и получить по дефолту в четыре раза сокращение хип-сайза для ваших трек-пулов, что довольно удобно. Также проблема с большим количеством потоков, она актуальна и для виртуализированных инварментов, то есть контейнеров каких-то, когда мы деплоим их на кубернете с мезос в клауд куда-то, очень распространенная проблема с виртуальными машинами, с контейнерами в целом, что они не, что JVM не совсем корректно работает в таких инварментах и не может понять, сколько ядер ей доступно на данном конкретном контейнере. Вот этот стандартный колл GetRuntimeAvailableProcessors, он, как правило, возвращает количество CPU-ядер на физической машине, на которой рануется сотня контейнеров, там, две сотни виртуалок, и таким образом, если у нас какой-то размер тредпулов зависит от количества ядер на машине, что хорошая практика, и так же поступает сама JVM, высчитывая количество потоков, нужных для сборки мусора, для гарбош-коллектора, она берет количество доступных процессоров, умножает его на какой-то коэффициент, и говорит, вот, мне нужно примерно столько потоков, потому что машина мощная, я заюзаю все ядра, да, оказывается, что машина совсем не мощная, потому что наш контейнер имеет всего там 2 CPU, а машина физическая, на которую он равняется, имеет 128 CPU, и JVM, не знаю, об этом смело проведется в бой, лоцирует 500 потоков под гарбош-коллектор, все просто становится абсолютно замирает, да, то есть мы видим очень мощно работающий гарбош-коллектор, что-то происходит, все очень медленно, не можем понять, что такое, пока не сделаем thread dump, когда мы посмотрим потоки, сразу становится очевидно, что что-то их что-то слишком много, да, поэтому их можно ограничивать вот такими ключиками командной строки, это для parallel GC, можно установить явно, сколько потоков использовать, либо накатывать какие-то hotfix, да, которые позволяют уже JVM видеть, что на самом деле не все ядра доступны, давай ты не будешь сильно прожорливый, будешь использовать столько, сколько надо. в свете того, что я до этого рассказал, хорошая практика является тюнить свои пулы, да, экзекьютор сервисы, всегда не забивайте на это, старайтесь как-то подумать, если вы создали экзекьютор сервис, подумайте, сколько ему нужно потоков, да, вот первая строчка у нас, минимальное количество, максимальное, то есть он будет такой flexible, да, он сможет начать с маленького количества потоков, если вдруг ему пришло большое количество задач в очередь, он разрастется, съест, заабсорбит это количество задач, и опять снова схлопнется, да, то есть он будет такой довольно гибкий, хорошо себя вести в этом плане. Вот это вот время, keep a lifetime, 60 секунд в нашем случае, оно говорит о том, сколько ждать потоком вот этим айдол, которые ничего не делают, пока не разрушатся, да, то есть нагрузка какая-то прилетела нам, какой-то спайк, юзеры зашли вечерком, там начали что-то делать, мы начали использовать 32 потока все, потом нагрузка спала, через минутку они посидели и начали разрушаться, пул потихоньку схлопнулся, не используют уже много ресурсов, и вам не приходят большие счета с Амазона, все нормально, CPU не потребляется сильно. Вот это очередь, которая используется в нашем трет-пуле, Rayblocking Q в данном случае, она хороша тем, что можно задать ее размер, помните, если мы не задаем размер, у нас будут проблемы с out of memory, вероятно, под нагрузкой, поэтому хорошим тоном является ее как-то ограничивать чем-то. И последняя, последняя строчка здесь, это rejection policy, так называемая, что это значит? Вот мы заиспользовали все наши 32 потока, наша очередь уже переполнилась, 1024 элементов она достигла, что делать дальше пулу, он откровенно перегружен, он не может больше принимать задач, спавнить потоков он тоже не может, ему нужно что-то делать. Вот эта policy, она говорит, что ему делать, их есть несколько, он может просто скипать эти таски, он говорит, все, я ничего больше не принимаю, дайте мне поработать и просто reject их. Он может бросать exception, он может делать call runs, я сейчас объясню, что это. Это так называемый механизм backpressure, когда наш пул, да и любая система, в принципе, которая принимает запросы пользователей, это общий такой паттерн архитектурный backpressure, она говорит, что если я перегружена, пожалуйста, замедляйся, пожалуйста, те клиенты, которые меня вызывают, давайте вы будете помедленнее меня вызывать, потому что я уже работаю под нагрузкой, и вот call runs, что делает, он заботу о выполнении задачи, которую наши клиенты пытаются засабмитить в пул, он возлагает на них обратно, он говорит, окей, давайте вы сами их выполните, то есть на том потоке, который вызывал thread pool, тем самым он нагружает этих клиентов и не дает им бесконтрольно спавнить наши задачи в пул, потому что мы уже так перегружены. Такой же подход используется и в лод-балансерах, и в очередях сообщений, и в любых системах по обслуживанию большого числа реквестов, в веб-серверах, везде практически. Вот, собственно, иллюстрация, смотрите, вот для сервера, да, любого, если у нас на вход поступает запросов больше, чем наша система в состоянии обработать, ну, есть эластик системы больше, да, которые говорят, давайте мы добавим ресурсов и сейчас съедим всю эту нагрузку, но это не всегда получается так сделать, поэтому система под нагрузкой, она справляется вот только с 75 рпс реквест персеконд, а ей приходит на вход 100, куда их класть, 25 эти оставшиеся, что с ними делать, да, применяется бэкпрешер, то есть, либо возвращается какой-то код клиенту, что в HTTP, например, это 429-й код, который говорит, too many requests, пожалуйста, повторите там через минутку, не надо меня так спавнить, это вот DDoS Protection в Firewall тоже так работает, собственно, как же нам понять, вы помните, мы тюнили все пулы, добавляли какой-то размер очереди, количество потоков, как понять, сколько потоков надо, вот у меня обычное приложение, да, я создаю какой-то пул, хочу параллельно что-то обрабатывать, сколько мне нужно, 5, 10, 500 потоков, непонятно, поэтому есть эмпирические формулы, выведенные с большим трудом выведенные из такого практического опыта, обычно делятся они на два типа, первые, если у вас CPU-интенсив задачи, то есть вы делаете какие-то вычисления на процессоре, парсите JSON, трансформируете какие-то матрицы, перегоняете из одних объектов в другие что-то, то есть работает процессор, тогда не имеет смысла создавать потоков больше, чем количество ядер плюс один, тем более обычно это даже без учета гипертрейдинга такая формула, то есть если у вас 8 ядер, ну создали 9 потоков, так как это CPU-интенсив работа, добавляя больше потоков, вы никак не ускорите эту работу, ядра уже все загружены на 100%, и ничего здесь не попишешь, на практике, как правило, таких задач немного, мы не часто занимаемся какими-то там математическими вычислениями в коде, довольно редкая ситуация, как правило, в веб-приложениях, в сервисах это смешанный такой workload, мы делаем чуть-чуть input-output, например, ходим по сети куда-то, в базу сходили, на файл какой-то открыли, почитали, записали что-то куда-то, на другой сервис сходили по сети, это все I.O., input-output, во время того, как мы это делаем, процессор простаивает, поэтому можно добавить еще потоков, чтобы они лучше его утилизировали, здесь формула немножко другая, в зависимости от вашего workload, если у нас, например, 30% I.O., 70% это CPU работа, да, процессорная, то вот по вот этой формуле, опа, я уже убежал, вот, то по вот этой формуле мы получаем, что 11 потоков на восьмиядерной машине вполне достаточно, да, чем более у вас I.O. intensive workload, то есть чем больше вы делаете операции с файловой системой, с сетью, с чем-то еще, с устройствами, не процессором, тем больше потоков можно добавить, и это будет хорошо, скелиться будет лучше эта штука, в общем-то, эти формулы выводятся из закона Амдала, есть такой теоретический закон, который говорит о пределе параллелизации, да, он говорит, что в теоретическом пределе, даже если отбросить все возможные проблемы с железом и всем остальным, наша параллельность нашей программы, она ограничена тем последовательным куском, который в ней есть, да, то есть всегда есть какие-то части программы, которые мы должны выполнить одно за одним, например, получили какой-то респонс от какого-то сервиса и потом обработали его и положили в базу, да, но, например, парсинг какого-нибудь JSON мы можем нам в параллели сделать, да, так вот, ускорение программы, сколько бы вы ядер и потоков не добавляли, оно всегда ограничено вот этим вот последовательным куском, например, даже если в вашей программе только 5% всего кода является последовательными вызовами, а все остальное можно делать в параллели, независимо друг от друга, то добавляя даже тысячи потоков, тысячи ядер, вы не сможете ускорить программу больше, чем в 20 раз. Соответственно, если на график глянуть, если еще большая часть вашей программы последовательно по своей природе, да, бизнес-логике, то это ускорение, оно еще сильнее падает. То есть, что бы мы ни делали, это теоретический предел, его нельзя никак. Вот видите, там 65 тысяч ядер добавляют, вот number of processors, и это все равно не поможет, потому что, ну, есть второй интересный закон, который происходит из математической теории чередей, очень классно применяется в архитектуре, особенно в высоконагруженных приложениях, любых сервисов, может применяться везде в вашей работе, не только для thread-poolов, для каких-то системы обрабатывающих запросов, да, везде, где есть входящий поток каких-то запросов, очередь какая-то, и время на их обработку, latency. Вот он говорит о том, что пропускная способность любой системы, она прямо пропорциональна времени, которое мы тратим на обработку одного запроса, и количество параллельных наших воркеров, которые обрабатывают эти запросы, да, очень вырисовывается классно, наш thread-pool. По сути, у него есть очередь, это вот количество того, что приходит на вход, у него есть время обработки одной задачи, task, это latency, здесь, и есть пропускная способность системы. Например, как на практике это применяется? К вам приходит заказчик и говорит, мне нужно, чтобы наша система поддерживала 500 реквестов в секунду и latency было не больше 150 миллисекунд. И вы начинаете думать, так, а сколько же мне нужно всяких машин, ядер, потоков, чтобы все это добиться такого успеха, да? И вот этот закон отвечает на это довольно прямо, то есть 75 параллельных потоков, работает в обратном направлении тоже. Допустим, вы знаете, что у вас есть там 75 машин или чего-то, и вы знаете, что latency не должно превышать там 150 миллисекунд. Приходит заказчик и спрашивает, какая пропускная способность нашей системы? Раз, умножили, поделили, получили. Она теоретически не может быть, чем больше 500 реквестов в секунду. Отнимите там какие-то затраты еще на реальный мир и получится еще меньше, да? Классная формула, чтобы проверить себя. Вы видите, что система обрабатывается каким-то фурпутом и пытаетесь понять, а это вообще много, это мало, а работаю ли я на пределе возможности или нет? Вот посчитали по формуле и сразу понятно. Еще антипаттерны какие-то при работе с потоками. Мы уже видели на предыдущей картинке, если мы просто создаем тредпул, ему осанятся по умолчанию вот такие имена, они очень красивые, номер пула один и номер потока, который там есть. И когда мы делаем треддамп, то есть мы смотрим, что за потоки в нашей системе работают в данный момент, а в продакшене могут быть сотни и тысячи, то мы видим вот такие ничего не значащие имена и нам сложно понять, а что же эти потоки делают, они где, они там выполняют какие-то трансформации, чего-то, или принимают реквесты в том кэте, HTTP, или там пишут в базу, я не понимаю, что с ними делать. Поэтому желательно, когда вы полы создаете, указывать всегда на им формат, да, вот в тредфакторе, в классе есть такое поле, можете, очень помогает сэкономить время потом при трэблшутинге этих проблем, при дебаггинге, когда вы разбираетесь, что пошло не так, вы увидите, что эти потоки, это оказывается майкавка-консюмеры, да, а вот эти потоки, они пишут в базу, потому что я их проименовал правильным способом и теперь все очевидно становится. Подытожим быстренько эту секцию, обращайте внимание на ресурсы, как вы их создаете, как вы их закрываете, в продакшене никогда нельзя предсказать нагрузку, поэтому могут возникнуть неприятные ситуации, как с очередью или с неограниченным числом потоков или с файл-хендлами, с чем угодно, поэтому лучше это все лимитировать, выставляйте тайм-ауты обязательно на любые соединения, сетевые, часто многие библиотеки, которые работают с базой, с удаленной какой-то HTTP сервисом, они по умолчанию infinite тайм-аут ставят, бесконечный. Это классно для работы в девелопменте, когда вы что-то пробуете на машине, но в продакшене, если вдруг система станет недоступна, удаленная, и у вас стоит бесконечный тайм-аут, все приложение просто повиснет, и вероятно, если повиснет один поток, потом по цепочке повиснут все, и вы в итоге получите очень странную картину, когда пользователи не понимают, что происходит, у них вроде ошибок нет, в логах нет никаких эксепшенов абсолютно, но все висит, ничего не отвечает, никаких 500-х кодов, ничего не будет, вот, то есть абсолютно не понимая, что происходит. Происходит вот такой пул старвейшн, как это называется, когда мы все заблочены на чем-то, не понимаем, чего мы ждем. Капасити планирования, вот эти формулы, которые я показывал, зачем они нужны, чтобы примерно, когда вы разрабатываете новый сервис, систему какую-то, вы понимали, а сколько же нам нужно ресурсов, машин, памяти, ядер, да, в итоге за это надо платить все, и возможно через год с увеличением числа пользователей мне понадобится в два раза больше, хорошо, если мы заранее это просчитаем на этапе архитектуры и поймем, с какой скоростью это будет все расти, может нам нужно там экспоненциальное число машин, да, и все это не будет работать, вот, и не забываем про таблшутинг, лучше сразу сделать все правильно, чтобы потом не мучиться, в потемках не искать это все в продакшне, вторая секция, локи, важная часть тоже, напомню быстренько, лок, мьютекс, что такое, часто они взаимозаменяемые, по сути это вот этот дядька, да, который говорит, так, я тут пропустил кого-то, они там что-то делают, работают, и больше, пожалуйста, ни один поток сюда не заходите, вот, он такой охранник, да, говорит, что вот я залочил данную, данную квант работы, да, какой-то, и пока что никому нельзя от него заходить, все потоки заблочились, остановились вот эти машинки в очереди и ждут, да, они в состоянии блокт или вейтинг, и когда освободился предыдущая машинка, он пропускает дальше, вот это лок, какие есть антипаттерны, которые встречаются вот в продакшене очень часто, в библиотеках, даже очень известных от крупных компаний, есть вот такие баги, это реальный баг в Томкете, был найден одной из последних версий, мы лочимся на мьютабельном объекте, что это значит, сейчас объясню, у нас есть коллекция каких-то элементов, да, это массив, массивы в Java изменяемые, их можно менять, состояние их и так далее, мы в методе входим в синхронность секцию, вот здесь вот важный момент, да, когда входим в критическую секцию сюда, мы взяли лок, и потом берем и вот этому объекту items меняем ссылку на что-то другое, таким образом получилось, что мы залочили один объект, работаем с другим объектом, соответственно, доступ к этому объекту уже ничем не защищен, и у нас может быть здесь и data corruption, и неправильная публикация объектов, мы можем не видеть, что один поток изменил в другом, да, и так далее, и это довольно сложно найти, потому что мы думаем, так, ну подождите, вот же синхронность секции, что можно почти не так, да, мы же все под локом это делаем, на самом деле нет. Еще один пример, лочимся на литералах, в Java, в JVM есть такое интересная оптимизация, которая называется пулинг объектов или литералов, для стрингов это интернизация называется, когда вот такие константные строки, которые мы объявляем не через new string, а просто через вот кавычки, при первом появлении JVM, оно складывает их в специальный пул, и потом, если мы объявим еще раз строку с таким же содержимым, вот, лок, он заюзает этот объект закэшированный уже, а не создаст новые. То же самое работает и с интами, да, до какого-то числа, число это все время меняется с новой версией Java, они там переделывают это, но по сути все какие-то маленькие числа, они пулятся, да, то есть новый объект integer никогда не будет создан, где вы бы в программе вы не объявили его равным 42, это будет тот же абсолютно объект, а значит и лок будет тот же самый, да, и если мы используем в одном месте программы вот этот объект как лок, то есть мы в критическую секцию входим и в другом каком-то куске программы совершенно не связанным с этим, мы попытаемся залочиться на вот такой же новой переменной, оказывается, что лок тот же самый и внезапно, да, в совершенно не связанные куски кода блокируют друг друга, вот, это очень неприятный антипаттерн тоже, постарайтесь создавать им ютабл какие-то объекты для локов, не литералы джавовские. Еще одна проблема в андроиде была найдена тоже реальная, вполне, когда мы смешиваем скоуп нашего лока и перемены, которые пытаемся оградить этим локом, то есть в данном случае у нас, смотрите, есть статическое поле, какой-то контекст, да, он у нас доступен разным потокам, но когда мы работаем с этим контекстом, мы критическую секцию объявляем на инстансе класса, да, вот это вот синхронист метод значит, что лок будет браться на this, на вот инстансе вот этого вот класса, а инстанс имеет меньше скоп, чем наша статическая переменная, да, то есть что произойдет в продакшне, что тут и получилось, в общем-то, мы пытаемся поменять наш статический контекст из разных потоков и берем разные локи, потому что у каждого потока свой инстанс, да, и вроде бы им всем разрешено менять этот контекст, никто не блочится, доступ не ограничен к этой переменной, опять у нас с крапшеном получается данных, не видим изменения одного потока в другом и так далее. Очень большая проблема была не раз в продакшн-системе замечена, симптомы такие, мы делаем какую-то медленную операцию под локом, обычно это input-output, то есть паттерн такой, мы где-то вверху там берем лок, заходим в него в критическую секцию и начинаем делать всякие медленные операции, ходить по сети, читать из файла, начинаем парсить какой-нибудь JSON на 200 мегабайт, а все это время лок держится, тем самым вот это окно времени, когда другие потоки не могут ничего делать, оно растет, и система становится очень медленной on-respondsitive, да, хуже всего, если вот эта штука не имеет тайм-аута, как я уже говорил раньше, она залочится навечно здесь, залочит вот эту критическую секцию, всех, кто на нее пришел, и случится вообще коллапс абсолютный, причем его идентифицировать очень сложно, нигде, никак он себя не будет проявлять в системе, вот, в log4j много было таких, не один такой баг был, когда с файлами работает log4j, он часто под локом обращается к операционной системе, к файловой системе, прошу прощения, часто возникает вопрос, разница между re-internet-локом и синхронизм секцией, помните, с версии 1.5 в Java добавили такой класс re-internet-lock, который по сути тот же синхронизм блок, но только другой, в чем же разница, что использовать, мне в продакшене какой из них использовать, непонятно, давайте быстренько разберемся, в чем разница, с re-internet-локом можно его передавать в разные методы, и залочили в одном методе, разлочили в другом, очень удобно, синхронизм секции так не получится, потому что это языковая конструкция, у нее есть фигурная скобочка, она должна где-то закрываться, мы не можем из метода в метод ее перекидывать, полезная вещь. Есть дополнительные методы, в отличие от синхронизм, не блокирующие, try-lock, то есть он говорит, не бери лок, а ты просто попробуй, если не получится, ну верни false, не страшно, полезно во многих ситуациях, и есть, что очень классно, try-lock с тайм-аутом, смотрите, то есть он никогда не залочится навечно, и мы не поймем, что происходит, мы туда поставим там 60 секунд, и вероятно, если мы не смогли взять лок за 60 секунд, ну и отлично, он бросит exception просто, и мы увидим, что происходит в логах, это хорошо. Много кондишенов можно на лог создавать, в синхронизм только один кондишен. Вот, есть fairness policy, что это такое? Обычно, если много потоков пытается захватить лог, они приходят туда в каком-то рандомном порядке, и что делает виртуальная машина или планировщик операционной системы. Никто не знает, что, потому что этот алгоритм, он никак не определен, да, кто из этих потоков, которые пришли, ждут на локи, кому из них отдать следующую очередь. Вот он освободился, ко мне тут пришло 100 потоков, кому мне отдать? Первому, последнему, только что пришедшему, непонятно, да, так при этом, чтобы это работало очень быстро. Поэтому в Rinderant Lock есть такая fairness policy, если вы ее поставите в настройках лока, она говорит, что кто первый пришел, тому и отдавай. Там будет такая очередь, она будет честная, кто первый, того и тапки, да, и отдаем. Это иногда помогает избежать проблем с starvation, pull-off. Что это такое? Если мы не используем fair policy, да, то есть мы не говорим в каком порядке отдавать лог, то может быть такая ситуация, когда 20 потоков золочилось на каком-то mutex, они ожидают, что им сейчас вот дадут поработать, и только лог освободился, прибежал 21 и забрал его. Вот, и они опять сидят, ждут. Только он освободился, прибежал 22 и забрал его тут же, да, но никто же не обещал, что всем дадут попробовать, да, вот, и таким образом некоторые потоки могут висеть, там сутками в пуле, это называется starvation, да, вот fairness policy помогает этого избежать. Есть оптимизации GVM, я про них расскажу чуть позже, интересные. Reintrend lock часто не показывается в наших thread stack, мы его не видим, видим только synchronized, можно добавлять ключики, которые помогают с этим. И, по сути, правило такое, если по умолчанию используется synchronized, если вам чего-то не хватает синхронized из того, что делает reintrend lock, тогда reintrend lock, да, объясню сейчас почему. Синхронized. Какие у него плюсы? Не надо unlочить, да, не нужно писать lock.unlock, оборачивать его там в try catch finally, все это неудобно, очень мешает, да, вот этот boilerplate код, он автоматически по выходу из блока все нам отдаст. С точки зрения перформанса synchronized может быть быстрее reintrend lock на практике в случаях, когда немного потоков соревнуется за lock. Например, 1, 2, 3, там, по-моему, до 4 потоков он будет, как правило, быстрее. То есть, если у вас маленькие пулы, то попробуйте его. Расскажу сейчас про оптимизации GWM с ними связанные и обязательно вслепую не меняйте какой-то lock на другой, попытайтесь сделать какой-то эксперимент, добавили, сделали бенчмарк, прогнали тесты, посмотрели, стало быстрее, не стало, потому что все это немножко черная магия, которую нужно пробовать на вашем конкретном ворклоде, на вашем приложении с вашим кодом. Вот интересные оптимизации, которые есть у synchronized, но их нет у reintrend lock. Хотя это меняется каждую версию GWM, поэтому рассчитывать на это не стоит. Первое. Lock Corsening. В чем смысл? StringBuffer это синхронизированный объект. Все его методы являются критическими секциями. И когда мы вызываем два метода на нем append-append, по идее, что должно произойти? В начале метода возьмется lock, выполнится append, lock будет отдан. Снова возьмем lock, снова отдали. Четыре раза делаем это переключение с lock'ами. GWM достаточно умна, чтобы понять, что между этими операциями никто не может вклиниться, ничего сделать с этим lock'ом, поэтому она его возьмет один раз в начале метода и отдаст один раз в конце. Тем самым, сэкономив это переключение контекста, и это может работать гораздо быстрее. Lock Illusion это еще более продвинутая техника. Она говорит вот о чем, что если наш стринг-буфер, вот этот вот синхронист-объект, он вообще локальный для метода, посмотрите, мы его не передаем сюда, а он создается внутри метода, да, то есть в принципе язык Java гарантирует, что никто не может влезть туда ни один поток и попытаться с этим стринг-буфером что-то сделать, эта ссылка никуда не передается, она не утекает из метода, да, то нет смысла вообще lock здесь использовать, она возьмет его и уничтожит, она не будет его ни брать, ни отдавать, тут не будет лока, по сути вот этот вот стринг-буфер будет работать как стринг-билдер, который не лочится на каждом методе, и происходит это все, GVM делает это все в рам-тайме, очень интересная оптимизация, то есть, чтобы подытожить, если мы сильно все залочим, да, все будет выполняться последовательно, никакой парализации, то это все наше масштабирование очень сильно снижает, мы не можем использовать ресурсы нормально, переключение контекста между потоками, когда у нас много потоков соревнуются за какую-то задачу одну, оно опять же снижает производительность, потому что и операционной системе, и GVM нужно переключать контекст все время между потоками, да, отдавать работу то одному, то второму, то третьему, и это занимает время, часто бывает, что если у нас там тысяча потоков за один лог какой-то соревнуются, у нас полезной работы не происходит, все, что они делают, это отдают друг другу этот лог, и процессор наш загружен настолько, что не может делать полезную работу, ситуация, это называется контентед логинг, да, сейчас объясню, что такое контеншн, по сути, когда очень много каких-то потоков пытается работать с одним ресурсом каким-то, не один, не два, а очень много, тысячи, да, то есть они борются постоянно за владение этим локом, за то, чтобы какую-то полезную работу сделать, но выходит, что все циклы процессора тратятся на то, чтобы просто переключать между ними контекст и все, это можно увидеть, если использовать там S-Trace, тулык какие-то для просмотра CPU-загрузки, там будет видно, что все время CPU тратится на сервисную работу, не на полезную работу, которую может делать поток. Как этого всего избегать? Несколько таких best practices, да, которые вот на практике хорошо работают. Старайтесь использовать локи, держать как можно меньшее количество времени, да, вот эти наши критические секции, рентренд-лок-секции, стараться делать как можно более маленькими. Если вы можете вынести операцию с базой вне лока куда-то, отлично, делайте так, так будет лучше. То есть они должны быть короткими. Чем больше время, что мы держим лок, тем больше вероятность, что на этом локе будет сидеть больше потоков, да. Избегаем очень затратных вычислений и input-outputа под локом. Можно использовать и нужно использовать атомики, которые с 1.5 Java появились. Они позволяют нам делать неблокирующие операции, CAS операции, так называемые, Comparance Web, которые, как правило, масштабируются лучше, работают быстрее. Есть конкурентные коллекции в Java Util Concurrent, опять же, с 1.5. Посмотрите, почитайте, интересно, вместо обычного какой-нибудь синхронайстора листа попытайтесь использовать копиан в райте рейт-лист. Особенно хорошо это работает, если мы делаем много чтений, мало записей. Мы делаем копию этого листа для каждого потока и потом читаем сколько душой угодно, не нужно брать никакие локи и ограничивать доступ к этим объектам. Concurrent HashMap лучше, чем обычный синхронайс HashMap тем, что он держит внутри не один лок большой на всю матку, а там по умолчанию 16 локов. То есть он разбивает всю матку на такие кусочки маленькие и таким образом на каждый лок приходится меньшее число потоков. То есть он пытается уменьшить вот этот контеншн, о котором мы говорили. Например, за один лок сражается там всего два потока, а не все там 64. Это намного улучшает производительность. Read-write лок и стенд лок, который с 1.8 появился. Эти локи лучше себя ведут на ситуациях, где у нас больше чтений. Например, у вас 90% времени вы читаете что-то из коллекции, которую хотите защитить локом, а 10% только пишите в одном месте где-нибудь. Вот стенд лок и read-write лок будут гораздо лучше себя показывать в производительности. Обжект пуллинг, то есть техника, когда вы где-то создали какую-то мапку и храните там объекты, и потом переиспользуете по всей программе где-то, кэши особенно относятся к этим, к обжект пуллингу, она может быть проблемной в многопоточных инварментах, потому что такой объект долгоживущий, который лежит в кэше, на него, если доступ к нему ограничен локом, на него будет очень много приходиться контеншина, опять же, лучше создавать копии, иммьютабл какие-то объекты для каждого потока. И обязательно измеряйте все это на своих форклодах. Есть профайлеры, есть библиотеки для создания микробенчмарков, JMH, GVisualVM, Java Flight Recorder, куча бесплатных, Yorkit платные. Посмотрите, перформанс-тесты напишите, чтобы они доказывали на практике, быстрее это или нет. Вот техника, о которой я говорил, которую используют Concurrent Hash Map. То есть по сути, вместо того, чтобы брать один лок на всю тысячу элементов в этой мапе, оно создает 16 локов, потом берет остаток отделения, проверяет, какой элемент попадает в какой бакет, так же, как Hash Map работает, по сути, и берет только уже конкретный лок. У Гуавы есть такой классик полезный, стрип. Он позволяет вам делать вот такой лок-стриппинг и с вашими собственными локами не обязательно использовать эту коллекцию, тоже очень удобно. И сейчас немножко стратегических еще напоследок таких больше архитектурных подходов, которые позволят избежать этих проблем в продакшене. Всегда первым делом, если вы дизайните какую-то систему, постарайтесь избежать локинга конкуренции изначально, еще на стадии дизайна. Я объясню, что это значит. Не нужно пытаться создать, например, приложение, где есть 20 инстансов, есть какой-то глобальный лок в Zookeeper, там один файл, куда они все пишут. вы тем самым создаете некий расшаренный объект, за который обязательно будет борьба, которую нужно будет синхронизировать, с этим будут проблемы, и это всегда будет работать медленно. Лучше постараться давать каждому инстансу приложения, каждому потоку, каждому воркеру свою отдельную копию данных, если это возможно, на этапе дизайна. я сейчас приведу пример. Например, для потоков это будет тред локал, по сути, это такой врапер, в который можно обернуть любой объектик, и этот объектик будет создан для каждого треда, который в него войдет, отдельная копия будет создана, тем самым нам не нужно будет синхронизировать к ней доступ. Очереди, партишнинг очередей, то есть не обязательно все сообщения вашей очереди класть в одну очередь, а потом пытаться к ней синхронизировать доступ как-то. Можно попытаться сделать несколько очередей, например, для одних юзеров или для одного юзера будет своя очередь, для другой группы юзеров своя, тем самым они между собой не будут конкурировать, не нужно будет синхронизировать к ним доступ. Функциональное программирование, такие парадигмы как фолт, сейчас приведу пример быстренько, как это может работать. Если бы нам понадобилось например в этой комнате взять и посчитать сумму всех возрастов всех присутствующих здесь, и у меня допустим есть маркер, который я должен на доске писать все возраста, а потом кто-то их просуммирует. В лоб решение какое? Я просто кладу этот маркер, все к нему подбегают, начинают драться, пытаются его забрать, и быстрее написать свой возраст на доске, чтобы потом это все просуммировать. Вот это вот такое очень в лоб решение, которое мы используем с локами, с потоками. Есть гораздо более лучшее решение. Мы можем во-первых склонировать этот маркер, дать каждому по маркеру, все подойдут к доске, напишут свой возраст параллельно. Не нужно будет драться, ждать в очереди, выстраиваться, когда маркер перейдет к вам. Второй подход функциональный, о котором я говорил, можно сделать вот что. Мы даем маркер первому человеку, он на бумажке пишет свой возраст, передает второму. Второй берет, плюсует этот возраст со своим возрастом, пишет это число, передает третьему. Таким образом у нас накапливаемая сумма происходит, и мы, не теряясь друг с другом, передав этот маркер вот так по рядам, получим на последнем шаге нашу сумму. Это функциональный подход, называется fold, fold left, fold right. Почитайте об этом тоже. Не нужно никакой синхронизации, локов, ничего. Все работает очень быстро. Да, про partitioning я рассказывал. Видите, можно просто сделать много очередей, например, белые машинки все едут в эту очередь, грузовички в эту очередь, мы сразу заранее на дизайне разделили их, не надо их смешивать. Можно всех в одну очередь поставить, а потом ставить дядю регулировщика, который будет говорить, так, ты грузовик, наверное, тебе сюда, да, это медленно. Альтернативы. Быстренько пройду, я уже затянул. Есть другие подходы, кроме потоков, они все, как правило, базируются на потоках, это акторы, фьючеры, синковейт, корутины, горутины, разные языки программирования предоставляют разные эти подходы, тоже надо их знать. И напоследок, используйте статический код-анализ, даже в идее есть по умолчанию не включено, к сожалению, но можно включить ворнинги, связанные с многопоточностью, есть целая секция, очень полезная, она вам сама подсветит, где вы потенциально неправильно берете лок, где у вас чтение или запись не защищенная локом, да, она все это видит, все это подсказывает, супер. На Сонаркубе есть такие же правила, включайте для своих проектов, можно избежать большого числа проблем. У меня все, спасибо. У меня есть время на пол вопроса, поэтому будет только один. Простите. Один, но самый главный. Я знаю, что все хотят немножко отдохнуть, перевести дух. Сейчас микрофон, одну секунду. Скажите, насколько часто в реальной жизни, вот в фитбите, в реальности, вы оперируете настолько низкими сущностями, как экзекитабл сервис или форкджоинт пулы и не прибегаете к очередям, стрим API, все что угодно. Карутины, почему карутины обошли стороной, то есть почему вы оперируете, допустим, вот сейчас карутины в котлине введены, их вроде стабилизировали, не засматривайтесь вы на карутины, обращайтесь все еще к Java, ждете project Luma. Вот чем обоснована такой интерес к низким именно работам со средами? Хороший вопрос. Дело в том, что на практике мало кто пишет непосредственно код, использующий потоки, но, к сожалению, приходится знать все это, потому что те же карутины работают на тредпулах под капотом, любой асинхронный драйвер к базе данных, любое асинхронное ACA-приложение работает под капотом с пулами потоков обязательно. То есть эта магия, она не берется ниоткуда. GVM умеет делать только это, операционная система умеет делать только это. То есть всегда где-то внизу, если вы покопаетесь в коде, будет обязательно некий поток или пул потоков. И поэтому, когда в продакшене возникают проблемы с конкаренцией, с асинхронностью, в итоге приходится часто копать вот до такой глубины, и такие проблемы встречаются довольно часто. Спасибо за ответ, спасибо за рекламу. Спасибо, Евгений.